Здравствуйте, Салават Алгатович! Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юстина, я студентка первого курса Института исторического, правового и социально-гуманитарного образования. И сегодня от лица всех студентов, в особенности первокурсников, я бы хотела задать вам вопросы, которые нас интересуют. Доброго времени суток, мы же не знаем, кто когда посмотрит. А так всегда, пожалуйста. Первое, что хотелось бы спросить, самое интересное, наверное, это то, как же прошли ваши студенческие годы. Расскажите какую-нибудь забавную историю или историю, которая до сих пор теплится в вашем сердце, если такие есть. Ну, студенческие годы, наверное, у всех они одинаковые. Самое печальное, что ты только потом понимаешь, что это были, возможно, лучшие годы твоей жизни. Потому что осознание всего того, чтобы так было хорошо, оно приходит позже. Потом ты начинаешь работать, потом ты начинаешь переменять свои профессиональные навыки. И действительно, потом только понимаешь, что у тебя было много свободного, хорошего времени. И иногда же сожалеешь о том, что если бы я еще вот это сумел сделать, было бы хорошо. А так, я доволен своей студенческой жизнью. Я не скажу, что, может быть, она была активна с общественной точки зрения. Ну, потому что и время было такое. Мы учились в 90-е годы. И там вот советское уже ушло, когда все были общественниками, чем-то таким занимались. А новое еще не настало. И вот как раз тогда были, может быть, кризиски каких-то там финансовые, там невыплаты, зарплаты сокращали. Разного рода должности, в том числе вот культу организаторов, массовиков, затейников. И может, этого нам не хватило, мне немножко этого не хватило. Возможно, это еще специфика университета, в котором у меня учился. Я все-таки заканчивал Уфимский государственный авиационно-технический университет. И там было так, что педагогический наш, педагогический, он всегда, даже в те 90-е, отличался активностью студентов. А у нас, говорю, как-то было немножко по-другому. Но из забавного, опять-таки, как и любой студент, я все-таки чего-то не доучил. И на одном из экзаменов у нас была военная кафедра. У меня две специальности. По первой специальности, по основной, я менеджер в области гуманитарного и муниципального управления. Этим 20 лет и занимался. Вернее, еще на пятом курсе начал работать, потом 20 лет работал на госслужбе. А по военноучетной специальности я техник самолета. И вот когда у нас по военной кафедре были экзамены, военные сборы, я взял билет, и один из вопросов был порядок заполнения предполетного журнала подготовки пилота. Я это не выучил, но на столе я лежал методический материал. Я смотрю, там лежит журнал, думаю, может, оттуда что-то я смогу взять. Открываю, и на внутреннем фарзате полный порядок написан. Все написано. Какая удача. Ну, повезло, да. Я его переписал, и подполковник Лешин, когда спрашивал меня, начал спрашивать, он говорит, ну, давай, первый вопрос. Я говорю, вот такой-такой, чем ты пользовался при подготовке? Я думаю, сказать, не сказать, но если сказать, будто бы списал. Думаю, лучше сказать. Я говорю, я вот этим пользовался. А там сидел еще один мой, одногруппник, который не мог никак сдать вопрос. Он говорит, вот видишь, у него хватило мозгов открыть и посмотреть, что написано. А у тебя не хватило взять точно такой же материал. Ну, потом второй вопрос по строевой, потом третий вопрос по тактико-техническим характеристикам самолета. Вроде я все ответил, все, что выучил. И на какой-то там G большая еще было, равняется 3000, по-моему. Он говорит, а G большая это что? Что-то там ляпнуло. Он говорит, слушай, иди, пока я в тебе не разочаровался. Ну, пять я свое получил, достаточно. Такое интересное у меня было. Очень удачная история. Ну, повезло, повезло. В целом учиться было сложно? Да нет, учиться всегда легко. Сложнее учить, чем учиться. К экзаменам готовиться тоже? Конечно. А какие могли бы советы дать для студентов, в особенности первокурсников, в преддверии сессии? Первокурсникам первая сессия вообще важна. Я помню, 1 сентября, когда вы здесь вот, еще снега не было, мы с вами здесь стояли. Я говорю, что ваша детская жизнь закончилась с первокурсниками. Я не знаю, ощутили вы или нет, разницу со школой, я думаю, ощутили. Я ощутили. Да, в школе, все-таки, действительно, учителя за вами бегают, учителя пестуют, они вот им, ну, там по-другому, там вы еще дети, а здесь вы уже взрослые. К сожалению, это очень заметно. И здесь все от вас зависит, что отличает ребенка от взрослого, что взрослый отвечает за свои поступки сам. Ребенку могут помочь родители, учителя и так далее. И кто понял это достаточно быстро, тот первая сессия, наверное, засуспешна, потому что, действительно, вас никто не спрашивает, вам ваш дневник никто не смотрит и так далее, и так далее. Это ваше дело учиться. Это, действительно, ваше дело в первую очередь. И вот первокурсникам, наверное, еще раз говорю, кто понял, тому легко будет взять сессию, кто, может быть, недопонял. Ну, надеюсь, тоже не так трудно будет сделать сессию, потому что, на самом деле, наши преподаватели все-таки, они стараются объяснить, стараются внести, донести до вас. А остальным ребятам, ну, что ж, я хочу пожелать, ну, никогда не занимался такой штукой, как халява ловись, это бессмысленно, хотя в некоторые приметы все равно верю. Вот, например, черная кошка перебежит, это очень хорошо для меня, да, я вот искренне верю. Вот, поэтому подготовился, выучил, да и пошел. И, опять-таки, многие же сейчас, там, у нас бальная система, опять-таки, когда я учился, этого не было. И у нас автоматов, ну, может быть, были, но не по такой системе. Если от вас зависит, как готовится к экзамену, что приобретет. То есть самое важное – это осознание того, что сейчас все в наших руках, что мы взрослые люди. И это навсегда. Сколько неожиданным для вас было назначение ректором? Очень неожиданным. Вы к этому стремились, шли долгое время? Я об этом даже не думал. Я об этом даже не думал. Но, во-первых, так получилось. Я вот говорил, 20 лет работал на государственной службе. И так получилось, что предыдущий ректор Эль Мироваич ушел в государственное собрание. И здесь образовалась вакансия. И вот те 20 лет на муниципальной службе, я не скажу, что надоели, но где-то, может быть, прошло профессиональное выгорание, и захотелось чего-то нового. И представилась такая возможность. И с неким страхом, наверное, волнением, большим волнением я принимал это решение. Спасибо, что его поддержали коллеги. Спасибо, что его поддержала глава республики. Это решение. Но задачу он поставил. Я тебя отпускаю с должности вице-премьера. Но с одной большой задачей мы должны еще больше развивать педагогический университет. И вот так получилось, что достаточно неожиданно в течение 10 дней такой крутой вираж моей жизни, что с должности, еще раз говорю, в государственной службе, с вице-премьера я стал ректором. Не было такого, что жалели? Нет. То есть вам абсолютно нравится этот должность? Мне абсолютно нравится. Это даже мне должность не нравится, мне работа моя нравится. А каким первый день запомнился? Не запомнился. Не помните? Я его не помню. Может быть. Где было представление меня как ректора. Мы стояли вокруг, на ученый совет шли наши профессуры, деканы, члены ученого совета. И Райдмир Иванович меня представлял еще вот здесь. Мы стояли на входе и мне говорил, кто это, кто это. Я, наверное, мало кто запомнил в первый день, кто эти люди. Но вот за эти пять уже с лишним лет мы, мне кажется, достаточно друг друга узнали. И самое главное, не просто узнали, а достаточно неплохо мы вместе работаем. Скажите, пожалуйста, отличаются ли нынешние студенты работоспособностью, мотивацией к неучебной деятельности, к волонтерской, может быть, от тех студентов, с которыми вы когда-то учились? Ну, может быть, что волонтерство, еще раз говорю, когда мы учились как-то вот только без времени просто было. Печальное без времени, потому что помочь ближнему своему, это прописная истина во всех священных писаниях и во всех народах. А вот в 90-е годы как-то это сломалось. И сейчас достаточно тяжело восстанавливается. Хотя, когда мы были школьниками, этим бурдское движение оно было, вот мы занимались, и бабушкам помогали, и одиноким помогали. Действительно, это было, это нужно и необходимо. А отличаются студенты или нет? Я так скажу, что студенты между собой отличаются. В одной группе у вас сколько человек учится? Ну, у меня маленькая группа, 15 человек. Ну, даже среди 15 человек вы все разные, правильно? И поэтому, я думаю, что нельзя говорить, что мы, когда мы учились, было лучше там или было хуже. Да нет, это опять-таки от человека зависит. Были и всегда есть и будут активные студенты. То есть нравственно никак не отличаются студенты? Еще раз, то, что мы чуть-чуть, утеря произошла, потеря произошла, вот это, может быть, определенный отпечаток несет. Но, вы знаете, может и другом в УЗИ отличается от педагогического. Потому что все-таки те, кто сюда пришел, они понимают, с чем связан выбор их профессии. И здесь говорить там о проблемах нравственности с этими, с вами, да, с этими детьми или молодыми людьми, наверное, это не проблема. Это вопросы, которые мы должны поднимать, которые мы должны обозначать. А, в принципе, еще раз говорю, это все зависит от студента. Все зависит исключительно от студента. Время, оно всегда сложное. Ну, не бывает простых времен. Ну, не бывает. Всегда что-то есть такое, что не украшает нашу жизнь. Делает исключительно людям. Ну, и тут от человека все зависит. Глубоко убежден. Солота Алгатовича, а как вы относитесь к единому государственному экзамену? Я отношусь к нему неплохо. Я отношусь к нему неплохо. Потому что много критики. Где-то, наверное, обоснованные критики. Но, во-первых, ЕГЭ на месте не стоит. Уже вот более 10 лет это ЕГЭ применяется, и в том числе в нашей республике. И я помню первое задание ЕГЭ. Это было действительно, наверное, такое механическое, шаблонное где-то. Но потихонечку, потихонечку все задания ЕГЭ меняются. Да, мы по русскому языку, по английскому языку и так далее, и так далее. Все совершенствуется. Но самый большой плюс, который я вижу, это то, что студенты, вернее, абитуриенты, школьники из самого дальнего села, они могут поступить в любой вуз страны. Вот это, наверное, самое главное. Потому что все-таки раньше, в советское время, когда вузы сами принимали экзамены, это был один период принятия экзаменов, и ребенок, школьник, да, он подавал документы в один вуз. И, возможно, те студенты, или те школьники, они поступили бы в другие вузы, но не было такого, не было цифровизации, не было такой возможности. Не было выбора. По сути дела, не было. Выбор был, вот, условно, если брать нашу республику в рамках УФИ, ну, плюс Тральтамак, плюс Бирск, вот и был весь выбор, да. А они говорят, что у нас плохие вузы, у нас отличные вузы, но, опять-таки, у людей должно быть право выбора, и ЕГЭ это право предоставляет. То есть вы считаете этот формат экзамена эффективным? Я считаю, что на сегодняшний момент времени этот формат экзамена достаточно эффективный. А можно ли считать результаты экзамена объективными? Опять-таки, раз они есть, и раз они работают, значит, они обладают значительной долей объективности. И, ну, как и любой экзамен, там же много факторов, правильно? Там не только форма, да, самочувствие, в котором приходит студент на экзамен. Вот говорят, вот, перед ЕГЭ дети волнуются. А что, перед госэкзаменами раньше школьники не волновались, вы думаете? Я, если честно, даже перед ЕГЭ не волновалась. Ну, то есть вы не волновались. Потому что кто знает предмет, тот, он просто подкрепляет его, и всё. А раньше же мы сдавали выпускные в школе, а потом еще сдавали вступительные в институт. Да, два раза волновались. А тут, в принципе, еще раз, вы примерно, опять-таки, знаете уже за два года, кем вы хотите стать. Вы имеете возможность через сайты ознакомиться с деятельностью разных вузов. Да и не просто через сайты. Сейчас дни открыты в дверей и так далее, и так далее. Много возможностей. И готовьтесь целенаправленно. И когда говорят, что вот, там, кто готов стать физиком, он плохо изучает биологию и так далее. А раньше, чтобы было по-другому. Я по себе могу сказать, в некоторых предметах я не скажу, что я был профаном, но некоторые предметы у меня достаточно было такого базового уровня знаний, потому что я знал, что с этим предметом, ну, в дальнейшем я профессиональный день не будет связан. А вот то, что мне было, я считал нужным и интересным, литература, история, география, математика, может быть, даже математика в первую очередь, потому что я заканчивал математический класс. Вот там, да, там я прилагал больше усилий и читал, и считал, и так далее. Слава Толгатович, есть ли у нашего ВУЗа какая-то отличительная особенность, изюминка, благодаря которой человек может выбрать наш университет? Ну, вот вы сказали самую главную фразу, человек, это и есть особенность нашего ВУЗа, человечность. Все, что связано с профессией учителя, и пока, может быть, студенты еще абитуриенты недопонимают, студенты младших курсов не понимают, но это отличительная особенность нашего ВУЗа, что нашим студентам придется работать с людьми каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Если условные инженеры, айтишники, они, вот у них вот компьютеры и все, да, то есть они могут там, вот особенность характера, опять-таки, то у нас это работают людьми, неважно, детский сад, учитель, или там школа, там, да, или ты учитель, ты методист, социальный педагог, советник, неважно, ты работаешь с людьми, а что такое работа с людьми? Ты ответственен за них. И вот я считаю, что те, кто выбирает профессию учителя, они в первую очередь потом приобретают вот это чувство качества, как ответственность за других и ответственность себя перед другими, вот это, наверное, определяющее. А вот от других педагогических университетов наш как-то отличается? Конечно, отличается, у нас же лучший. Сейчас вы все серьезно говорите. Самый фантастический наш педагогический. Да, я серьезно говорю, я много где побывал, и вот вы на первом курсе учитесь, но в этом году у нас в гостях ректоров еще не было, в этом полгодии. А за последние там 4 года у нас в гостях побывали все ректоры педагогических вузов, и не раз. И все удивляются, а как такое бывает в педагогическом, а почему у вас это есть, а у нас этого нет, а как это... И поэтому я могу сказать четко и смело, с уверенностью, что в материально-техническом оснащении, лабораторное оборудование, мастерские, мы... Если не самые лучшие, что близко к истине, то одни из самых лучших, причем не в десятке, а в первой тройке, это первое. Второе, я считаю, что у нас великолепный профессорский преподавательский корпус. Вот он сложился, он действует, и это настоящие профессионалы своего дела, которые любят свою профессию, любят студентов и хотят, чтобы студенты были умнее их. Это самое главное. Ну и третье, это наши студенты. Наши студенты доказывают постоянно, что они здесь самые-самые, вот буквально прошлая пятница, субботу, да, Ласок Олимпетова доказала это, победив в твой ход, получив премию для вашего, с вашего института, да, девушка? Я знакома. Выпускной курс, да, миллион рублей она получила, никто ей не помогал, ну, так, методически помогали, а ее проект, ее работа общественная, активистская, и вот... Неплохой подспорь для студентов. Хотела бы еще добавить, что я вот когда поступила в университет, сразу поняла, что возможностей оказывается очень много. Для меня учеба в БГПУ представлялась как вечная зубрежка, потому что... За партами, да? Да, потому что нужно будет потом это рассказывать детям, но уже в первые два месяца я слетала в Тулу от университета на проектную сессию в Салихово. Ездим, тоже очень здорово. Вот, так что, хотел бы еще вас поблагодарить, конечно, за это. От души спасибо вам, но опять-таки, мне очень хочется, вот мы много что организуем в университете, внутри, вне университета и вне нашего региона, вот та же Тулу и другие вузы, всегда, каждый педагогический вуз очень активный. Но мне хочется, чтобы студенты сами что-то придумывали. Вот когда большинство студентов начнет изнутри себя что-то доставать и предлагать, вот значит, тогда можно уже оценку нашей деятельности повышать. Потому что одно дело, мы вам что-то предлагаем, а другое дело, опять-таки, молодежь же, она более такая мобильная, вы видите больше новизны какой-то, да, которая появляется. И если вы что-то будете внедрять здесь, хотя бы для себя, хотя бы внутри своей группы, или там маленькой группочки, там 5-6 человек, это будет великолепно. То есть вы хотели бы видеть инициативу еще от студентов? Конечно, конечно, обязательно. Если мы, я думаю, чем мы отличаемся от школы? От вас все зависит. В учебе, но и в общественной жизни, и вообще в вашей другой жизни, не в учебной, тоже зависит все от вас. Но это все надо транспортировать на университет. А стоит ли выбирать учебу или же внеучебную деятельность? Потому что, например, написание научных статей, какие-то публикации научных работ и так далее, это все очень энергозатратно, очень тяжело совмещать. Стоит сделать выбор или все же пытаться? Попробовать надо. Я думаю, попробовать надо, особенно вот вы на младших курсах учитесь, да, вам нужно обязательно и общественной активистской деятельностью, волонтерской позаниматься обязательно. Нужно попробовать себя в творчестве и в культуре, да, обязательно. А без этого не бывает. Опять-таки, учитель это кто? Это он и жнец, и кто там, и на дуде игрец. Да, да, да. Вот это он, да, значит, вы должны себя попробовать в спорте. Мы же не знаем, что внутри нас, к сожалению. Мы не знаем, с каким кодом мы родились, что вообще наше. Ведь много людей, кто учился в нашем университете, в нашем институте и потом не связали себя с учительством. Много людей, которые учатся в других университетах и переходят к нам, потому что понимают, что вот учительство это их. Многие люди, которые начинали учителями, они не все становятся наставниками. Это же надо вот себя ощутить наставником, да. История успеха, она вот в разных областях. Поэтому я считаю, что нужно попробовать все на первых двух курсах, особенно и спорт, и активность, и культура, и научное изыскание. Потом сделать для себя вывод, что же мне больше самому нравится и что у меня лучше получается. Тем не менее учеба должна стоять на первом месте. Учеба это вот это вообще, это такой стол, вокруг которого все крутится. Но его надо наращивать. А в нашем ВУЗе практикуется учеба по обмену? Да, вот пандемия, к сожалению, немножко подбила всю эту историю. Будем надеяться, что действительно тяжеловато восстанавливать связи. В основном наши ребята, опять-таки, к нам приезжает достаточно много. И надо понимать специфику нашего ВУЗа, что это педагогический университет и система образования в разных регионах, в разных странах совершенно разная. Но страна бывшего СССР, республика бывшего СССР, она все-таки идентичная. Поэтому к нам приезжает много ребят оттуда. Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан. Мы, в свою очередь, тоже направляем ребят, в первую очередь, наверное, из близких стран, это Казахстан, потому что там развитие науки очень серьезно в последнее время идет, вкладывается много средств. Ну, а также, наверное, больше и Китай, и, к сожалению, европейские страны немножко закрылись, закрыли свои двери. Но я думаю, что вот те, то имя университета, которое сегодня есть, у нас каждым годом все больше и больше количества студентов и иностранцев. Пять лет назад их было 3%, сейчас их почти 10%. И это говорит о том, что признание вуза определенное есть, но это дорога с двухсторонним движением, поэтому наши ребята тоже ездят, может быть, не в таком объеме, которое бы нам хотелось. Но вот еще раз говорю, я списываю немножко все это на пандемию, сейчас надо много, что, к сожалению, пандемия подкосило. Но мы сейчас восстанавливаем, и это направление нашей работы тоже будем восстанавливать, налаживать, потому что это всегда интересно. Но еще, наверное, то, что мы последние годы обсуждали с коллегами из других педагогических вузов, в первую очередь, наверное, нам нужно организовать академический обмен студентами между педвузами. Мы все учимся в рамках единого ядра высшего педагогического образования, то есть все вузы России, 38 педвузов учатся по одной программе, с небольшим региональным компонентом, где-то чуть менее третий. А это что значит? Это значит, в спокойном можно вам брать и уезжать там условно на месяц, на два месяца, на три месяца, на две недели в какой-нибудь другой педвуз, посмотреть, кого-то там послушать, какого-нибудь профессора, доцента интересного, и вы не потеряете ничего ни по времени, ни в знаниях в данный конкретный момент. То есть не бояться кардинальных каких-то изменений? Ну, это опять-таки, это стажировка определенная, поехали, посмотрели, и мир посмотрели. Вот вы в Туле были интересны же? Конечно, интересно. Любой будет интересен, очень интересно. Вот мы ближайшие, наверное, договорились с Оренбургом и Челябинском, потому что чисто географически там поближе, да, там здесь сел на поезд ночью, ты уже, значит, в Челябинске, а здесь вообще там 4 часа на автобусе или 5 часов, ты в Оренбурге. Почему нет? И вот мы договорились, что со следующего года, в прошлом году мы, кстати, уже вожатскую практику так организовали, мы обменивали студентами, кто на практике, на вожатской практике был в других вузах. Но я думаю, вот учебную деятельность тоже будем практиковать в первую очередь с педагогическими вузами, потому что в каждом университете есть чему поучиться, в каждом университете. А помимо того, чтобы посмотреть другие города, поучиться по программе другой, чем, на ваш взгляд, еще выгоден обмен? Ну, вообще нет. Ну, это у вас новый круг знакомств. Я всегда об этом говорю, вот все российские мероприятия, которые в Уфе проходят, или не только в Уфе, да, когда мы были студентами, мультик вспомнился, когда я был маленьким по поводу лиса и лисенка, да, когда там сырный дождик мой, ну, вы, наверное, не знаете таких мультиков, хотя очень добрый, хороший мультик. Так вот, у нас не было таких средств общения. Максимум, что мы могли взять, это письма, адреса и писать друг другу письма. Но эпистолярный жанр не у всех прививается, а у вас сейчас есть возможность поехать обменяться контактами, хотите вы, не хотите, вас вкручат какую-нибудь группу в какой-нибудь социальной сети, а дальше вы уже, ну, скажем так, на всю жизнь, да, там, по вашему желанию. Поэтому прежде всего даже не только посмотреть и изучить, а прежде всего общение. Любое общение, оно расширяет кругозор, оно полезно всем. Даже благодаря Туле у меня появились друзья из Кемерово. Например, да, это только начало. Слава Толгатович, давайте представим ситуацию. Студенты нашего университета изобрели машину времени, благодаря которой отправили вас в прошлое, где вы являетесь студентом БГПУ, чтобы вы изменили в направлении, может быть, вашем, может быть, чем-то заняться решили. Да нет, наверное, ничего бы не поменял. Если бы они меня же отправили даже в прошлое, я бы все равно выбрал специально государственное муниципальное управление, потому что всегда хотел, с утра, так скажем, хотел этим заниматься. У меня был, есть живой пример, который действительно для меня пример авторитета, это мой отец, его отношение к людьми, к работе. И я бы, наверное, ничего не стал менять в своей судьбе. Я благодарен Всевышнему, что именно так все складывается, да, и я уверен, что дальше всех нас ждет только хорошее. То есть дважды прожили бы ту же жизнь? Прожил бы с удовольствием. Пусть наши студенты изобретают что-нибудь хорошее, другое хорошее, чего очень много. Опять-таки, действительно, у нас, кроме педагогических направлений, инженерных специальностей есть. И там тоже уникальные ребята, которые, может быть, опять-таки, не так сильны в мягких скиллах, да, но у них вот другое. Это, опять-таки, особенно человек. Слава Толгатович, а есть ли сейчас в разработке какие-то проекты университетские, которые в будущем будут развивать наш университет? Ну, они всегда есть. Какие-то глобальные изменения. Вот мы, когда начинали свою работу, появился проект «Учитель будущего поколения России». Благодаря этому проекту мы привлекли большое количество финансовых средств. Это позволило нам много, серьезно обновить учебно-лабораторную базу. Потом у нас был проект «Уолдскилз», раньше называлось, сейчас «Молодые профессионалы». Тоже хорошее направление, которое позволило нам развиваться. В этом году мы открыли площадку профессионалитета для студентов колледжа. Мы первый и единственный пока вуз, кто участвовал в этом направлении, среди 5 вузов России и среди всех вузов региона, и достаточно успешно сейчас развивается. Следующая задача, которую мы, наверное, ставим перед собой, это попробовать войти в программу «Приоритет 2030». У нас все для этого есть, и у нас есть чисто там субъективные характеристики, количество студентов, там и финансовые базы и так далее. Но самое главное, у нас есть те направления, которые уникальны являются для нашей страны, и специалисты, которые готовы вместе с молодыми учеными, вместе со студентами, они это дело развивают. Вот сейчас большая задача, наверное, вот эта, потому что в прошлом году приемки «Приоритет» не было, но вот сейчас есть информация, что будет доп. набор в эту программу, а это такой определенный знак качества, наверное. И я думаю, что нам в силах как минимум поучаствовать, потому что даже если мы не победим, мы вот эту программу скомпоновав, мы для себя определим, куда и как надо двигаться, в каких направлениях. Следующий вопрос мне подсказали мои бывшие одноклассники, которые поступили на коммерческую основу. Почему студентам-отличникам, которые обучаются на коммерческой основе, не платят стипендию? Ну, во-первых, ваши одноклассники еще не могут быть даже отличниками, они первую сессию не сдали, как они вам подсказали, я не знаю. А по поводу того, во-первых, они студенты-коммерсанты, а во-вторых, у нас ежесем... после каждого семестра есть возможность перейти на бюджет, если есть соответствующая локация на бюджетных местах, и много ребят переходят. И для этого именно нужно быть отличником, для этого нужно общественником быть, то есть кроме учебы еще чем-то заниматься. И тогда все возможности для этого есть, для того, чтобы перейти с коммерческой основы на бюджетную основу и получать уже государственную стипендию. То есть такого варианта, что студент будет хорошо учиться и получать на коммерческую основу? Законодательство не позволяет. Нельзя. Нельзя. Надо хорошо учиться и стремиться перейти на бюджетное обучение. Помогает ли как-то университет с трудоустройством в дальнейшем? Вы знаете, у нас, по сути дела, после третьего курса очень большое количество студентов уже работает. Очень большое, что касается спиднаправления. Даже в самом университете? И в самом университете, и в школах, и в учреждениях образования, науки, и в самых разных других. Поэтому и эта помощь, и то, что у нас есть Центр по трудоустройству, конечно, это наша задача. Это не только наша задача, это один из показателей эффективности деятельности университета, насколько, какой процент наших выпускников работает по специальности. Поэтому мы не просто помогаем, мы обязаны это делать и будем это делать. То есть не стоит бояться? Нет, бояться вообще ничего не надо. Вы будете вообще с ней работать? Ничего, бояться в жизни ничего не надо. Хорошего. Хорошо. Может быть, есть какие-то пожелания на Новый год для наших студентов? Главное пожелание беречь себя, беречь других, чтобы и физическое, и эмоциональное здоровье у всех прибавлялось, не убавлялось. Второе, наверное, пожелание выполнять те задачи, которые перед вами сегодня стоят, дорогие студенты. А главная задача сегодня перед вами учиться и участвовать в развитии нашего университета. А третье, верить в себя. Верить в себя, правда, еще раз говорю, бояться. Опять-таки, не мы придумали. Волков боится в лес не ходить, глаза боятся, руки делают. Можно много еще применить. Вспомните народных мудростей. Все получится. Если в чем-то что-то не получается, для этого всегда есть педагоги, для этого всегда есть наставники, старшие товарищи. И они обязательно подскажут. Родители, в первую очередь, конечно, подскажут. Поэтому, наверное, три пожелания. Ну и чтобы 2024 год, он высокостный же год, на один день у нас будет больше. Я хочу пожелать всем, чтобы на один день было больше счастья, на один день было больше здоровья, на один день больше было любви, на один день больше было всего того хорошего, что делает ваш мир краше, солнечнее и теплее. На один хороший день больше. Да, на один хороший день больше. А есть ли у вас в семье какие-то традиции новогодние? Встречаться со всей семьей в Новый год, где бы ты ни был, в каком бы городе, кто ни жил, ни работал, ни учился. Тьфу-тьфу, это пока получается у всех. Слава Толгатович, и самый главный вопрос, который интересует не только, наверное, студентов, но и работников, почему столовые работают только до 4 часов и вовсе не работают в субботу? Мы выясним и подкорректируем. Возможно ли это как-то исправить? Чтоб мы в семестре подкорректируем. Потому что в субботу мы тоже учимся. И люди работают, да. И после 4 часов учимся. Хорошо, хорошо, мы подскажем. Спасибо большое. Пожалуйста. И что бы вы хотели спросить у студентов? Можете задать 3 вопроса, на которые они смогут ответить в комментариях? Это самый трудный вопрос. Ну, первый вопрос, который я бы, наверное, хотел действительно у ребят узнать, чтобы из реального только, не из космического, не из фантазии, а чтобы вы предложили, что-то может поменять, изменить, дополнить жизнедеятельность нашего университета. Это может касаться как учебного процесса, так и внеучебного процесса. Второе. Хотел бы, наверное, спросить у ребят, а что им нужно для счастья? Каким она видит? Каким счастье видят ребята, наши студенты? Ну и третье. Я даже не спросить, наверное, а пожелать. Новый год все-таки, мы хоть все взрослые люди, но мы в чудеса живем. Я верю. Я верю, что если в Новый год что-то загадать, обязательно должно сбыться. В определенном Деда Мороза я все равно верю, несмотря на свой возраст. И хотелось бы ребятам пожелать, чтобы действительно все ваши заветные мечты сбылись, все ваши желания исполнились, но при этом надо помнить одно, что в этой жизни все зависит от себя. Спасибо большое. Вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok